Почти десяток сортов тюльпанов, пять наименований комнатных растений. Тепличный комбинат «Солнышко» готов к 8 марта. В Наринмаре в эти дни особый ажиотаж на цветы, и виновницы этому, конечно, женщины. В канун праздника мои коллеги побывали в теплице и выяснили, кому в эти дни требуется больше внимания – цветам или женщинам. Немного теплее за стеклом, но злые морозы. А чтобы они не навредили тюльпанам, гераням, бегониям и другим диковинным растениям, все цветы днём и ночью находятся под строгим контролем сотрудников комбината. В теплицах соблюдается особый световой и тепловой режим. Срок высадки луковиц был рассчитан таким образом, чтобы к концу февраля бутоны начали приобретать окраску. А в преддверии праздника зелёная поляна превратилась в цветущий лук. Очень интересный тюльпан у нас в этом году – красно-оранжий с бахромой. То есть лепесток имеет бахромку. Арктика – белый тюльпан, стройный, высокий. Хенни – ван дельмар. Есть цветок тоже интересный, красный, с жёлтой каймой. Розовые нежные тюльпанчики. В общем, до девяти расцветок мы в этом году. Сейчас голландские красавицы готовятся к выходу в свет. Их одевают в блестящие обёртки. Кстати, в этом году упаковка идёт в подарок. Стоимость на цветы сотрудники комбината снизили. Букет будет стоить всего 360 рублей. Сколько всего тюльпанов посадили, нам не сказали. Всё-таки коммерческая тайна. Известно только, что жёлтых из всех посаженных 30%. В своей песне Наташа Королёва спела «Жёлтые тюльпаны – вестники разлуки». Кстати, норинмарские мужчины в эту примету не верят. И с каждым годом эти цветы пользуются всё большей популярностью. Очень популярный жёлтый тюльпан «Стронголд». Мы его тоже выращиваем несколько лет. И я заметила, что с каждым годом наращиваем в количестве. То есть он становится более и более популярным. Сейчас уже нет такого мнения. Вестники разлуки и жёлтые тюльпаны. А жёлтый тюльпан, он как раз солнечный, ассоциируется с золотом. Вообще такой яркий, красивый цветок. Все эти великолепные цветы – иностранцы с голландскими корнями и норинмарскими стебельками. Красоту они унаследовали от предков, а стойкость зависит от ухода. Чтобы растение дольше радовало хозяйку, необходимо ежедневно менять воду и подрезать стебелёк. Тогда цветок может простоять до двух недель. А те, кто по каким-либо причинам не успел купить самые популярные цветы, не расстраивайтесь. В тепличном комбинате есть цветущие комнатные растения. По красоте нисколько не уступающие тюльпанам. Вместо букета со срезанными цветами можно подарить комнатные растения. Посмотрите, какое буйство красок. Каких цветов здесь только нет. Бегони, цикламины, герани и бальзамины. Кстати, такой цветок будет радовать ваших любимых несколько лет подряд. Горшечные цветы вот уже несколько лет являются фаворитами 8 марта. Виктор Карипанов для любимой жены и сестры заранее купил королевскую герань. Они очень долго стоят. Полгода даже больше бывает, если правильно ухаживать. Ну и приятные, на цвет приятные. Каждый год сюда приходят? Да, да, да. Уже много лет. Ну, много-немного, но лет опять-то приезжаю, наверное. А почему? Нравятся дети? Ну, здесь выбор такой приятный. Коллектив очень хороший. А женщины, как мне его упаковали в саму коробочку и все. В общем, живые и ароматные подарки к весеннему празднику готовы. Мужчины тоже находятся на низком старте, чтобы успеть приобрести букетик и порадовать своих любимых. С женщинами? Ну, всего хорошего. Любящих мужчин, внимания побольше к ним. Ну и чтобы погода была хорошей на 8 марта.